Часа два путешественники шли по равнине. Туман по-прежнему то клубился низко, то рассеивался, позволяя видеть на один-два километра в окружности. Как раз в такой момент Каштанов наконец увидел впереди, немного в стороне от их пути, какой-то странный предмет, возвышавшийся над равниной. Он указал на него зоологу. Что же это такое? Спросил последний. Похоже на остов самоедской юрты. Неужели здесь есть люди? Я думаю, что это наши лыжи. Вы забыли, что мы их оставили. А, ну, значит, мы идем правильно. Добравшись до лыж, путешественники могли уже не беспокоиться и спрятали компас, потому что лыжные следы виднелись хорошо на влажной тундре. Вскоре вдали показался холм с юртой. Когда охотники подошли настолько, что на холме можно было различить не только юрты, но и силуэты людей и собак, Каштанов сказал своему спутнику, обладавшему менее острым заявлением и слухом, а на Астану у нас что-то происходит неладное. Люди бегают, собаки заливаются лаем. Оба остановились, чтобы прислушаться. Действительно явственно доносился неистовый лай собак, а затем послышался выстрел другой и третий. Уже не напали ли мамонты или другие ископаемые звери? Я теперь готов поверить во что угодно, сказал заулок. Бежим скорее. Может быть, наша помощь очень нужна. Они побежали, насколько позволяли их ноши и усталость. У подножия холма они бросили лыжи и хобот и мигом сбежали наверх. Собаки рвались и лаяли на привязи. В юрте никого не было. Но на противоположном склоне бежавшие увидели темную массу, возле которой стояли Боровой и Игулкин с ружьями в руках. В один миг Каштанов и папочки начусились возле своих товарищей. В чем дело, что случилось? А вот полюбуйтесь, отвечал взволнованный Боровой. Этот странный зверь напал на собак или собаки напали на него. Мы сидели в юрте и не видели начала схватки. Одним словом, пока мы выбежали с ружьями, он затоптал у нас двух собак. Ну и чтобы остановить это занятие, мы запустили ему пару разрывных пуль в брюхо. И у него произошло смертельное расстройство желудка. Игулкин увел собак, вертевшихся вокруг убитого зверя. И три путешественника начали рассматривать его. При первом взгляде на голову Каштанов и папочкин в один голос воскликнули. Да это же носорог. Носорог здесь на полярном материке, недоверчиво сказал Боровой. Правда, что он довольно похож на носорогов, которых я, впрочем, видел только на картинках. Но все-таки может ли быть здесь в тундре животное, родина которого должна находиться в тропиках? Я не могу это поверить. А вы поверите, перебил Каштанов, что мы только что охотились на мамонтов. Понимаете ли мамонтов, которые до сих пор считались только ископаемыми животными, существовавшими десятки тысяч лет назад? Помилосердствуйте, завопил Боровой. Не шутите так жестко, я боюсь за свой рассудок. Все, что мы видели за последние дни, так необыкновенно и противоестественно. Мне просто кажется, что я вижу это во сне или уже сошел с ума. Да успокойтесь, мой дорогой, вскричал Каштанов, схватив Борового за руку. Мы все испытываем волнение. Мы тоже поражены тем, что видели этого зверя. Все это странно, пока не объяснимо, но противоестественного в природе не бывает. Вспомните, что мы на уединенном полярном материке, глубоко вдавленном в поверхность нашей планеты, отрезанным широким поэлисом льдов от остальной суши. На таком материке должны быть своеобразные физические условия, благодаря которым продолжает существовать мамонт, давно уже вымерший в других странах. Почему же не мог сохраниться и его современник носорог? Африканский или индийский носорог на полярной тундре? Да, не африканский, а сибирский, длинношерстный, живший в Сибири и в тундрах вместе с мамонтами. Вот как. Я не знал, что существовали и такие носороги. Но почему же вы думаете, что это не африканский? А вот посмотрите, у него длинная, бурая шерсть, тогда как носорог тропический, он голый, размера его больше, чем у ныне живущих представителей этого рода млекопитающих. Передний рог огромных размеров и сплющен с боков. Увидев, что Каштанов и Папочкин относятся так спокойно к этому удивительному происшествию, Боровой также успокоился и спросил, «А где же мамонта, которого вы охотились?» «Ну, мы не могли притащить его на своей спине», рассмеялся Папочкин. «Мы убили его довольно далеко отсюда, в тундре. Там было маленькое стадо в четыре особи. И наш геолог издали принял их за крутобокие базальтовые холмы. Но потом эти вулканические холмы начали бродить по тундре к нашему ужасу. А кстати, где наш хобот? Мы принесли только хобот и хвост. Не попортили бы его собаки. Давайте же отправимся за ним». Фотографирование, измерение и описание носорога заняли больше трех часов. И только после этого исследователи подумали, что пора отдохнуть. Завтракая, они вспомнили, что не хватает еще двух товарищей. И встревожились их долгим отсутствием. «С этим солнцем, вечно стоящим в зените, решительно потеряешь всякое представление времени», – ворчал Боровой. «Утром, в полдень, вечером – все одно и то же. Ведь, кажется, день дрыться бесконечно». «Он здесь действительно бесконечный, если солнце остается в одном пункте небосклона», – подтвердил Каштанов. «Прошлой так называемой ночью свет все-таки ослабел», – заметил метеоролог, хотя вы склонны были объяснить это сгустившимся туманом. «Но я выходил из юрты около полуночи и обратил внимание, что туман был не гуще, чем днем, а это странное солнце светило заметно слабее, и на него диски как будто были видны большие темные пятна». «Это очень интересно», – воскликнул профессор. «Почему вы не сообщили нам об этом новом странном факте?» «Странных фактов здесь и не оберешься. Я хотел поверить сначала самому себе, прежде чем говорить вам. Сегодня около полудня я опять наблюдал это сумасшедшее светило и убедился, что темных пятен нет. Я и думал, что ночью просто ошибся. Я думаю, я сказал Папочкин, что с центральным телом нашей планеты, системы, случилась какая-то катастрофа, пока мы путешествовали в тумане по земле Нансена. Поэтому-то оно и очутилось в зените под 81 градусом северной широты и светит круглые сутки. Может быть, земля наша повернулась постепенно так, что ее северная полярная область оказалась обращенной прямо к Солнцу. «Это что-то непонятное», – проворчал Боровой. «Как мог без серьезных потрясений произойти в короткое время такой значительный наклон земной оси?» «Мы могли и не заметить это потрясение в тумане среди льдов, иначе я не могу объяснить себе это странное положение Солнца», – настаивал Каштанов. «А почему вы уверены, что это светило, которое мы видим теперь, то же самое, которое мы видели в последний раз над гребнем хребта Русского?» – спросил Боровой. «А что же это тогда может быть?» – удивился Папочкин. «Почему нельзя предположить с таким же основанием, что Луна загорелась вновь, или что в нашу планетарную систему залетело случайно новое самосветящееся тело и увлекло за собой нашу Землю в качестве спутника?» – загадочной улыбкой говорил метеоролог. «Зачем делать разные невероятные предположения?» – сказал Каштанов. «Ведь есть же гипотезы, основанные на геологических фактах, что из вращения нашей Земли перемещалось. Этим объясняют, например, оледенение, имевшее место в некоторых геологических периодах в Индии, Африке, Австралии, Китае, и субтропическую флору других периодов на Земле Франца Иосифа и в Гренландии. Не спорю, это вам лучше знать, но я сегодня измерил угловой радиус этого светила, и оказалось, что он равен 20 минутам, тогда как угловой радиус Солнца равен почти 16 минутам, как вы, конечно, знаете. А вот это важный факт», – воскликнул пораженный Каштанов. «А затем этот красный свет вместо желтого. Не вследствие ли тумана он появился?» – вставил Папочкин. Я и сам думал так, но сегодня удалось видеть это светило, когда туман на некоторое время совершенно рассеялся, и диск был всё-таки красноватый, какой бывает у Солнца, когда она стоит низко над горизонтом, и светит через более влажные нижние слои атмосферы, или во время пыльной бури. Это очень странно, а эти тёмные пятна, обуславливающие ослабление света в известные часы суток, сегодня ночью я постараюсь проверить это снова. Если они повторятся, то я буду окончательно убеждён, что над нами не Солнце, а что-то другое». «Так куда же девалось наше Солнце?» – с тревогой спросил Папочкин. «А я почём знаю. Это ещё одно звено в цепи непостижимых явлений, свидетелем которых нам суждено было сделаться за последние дни». «Да, целая цепь задумчиво», – сказал Каштанов. «Огромная впадина на материке, странное показание магнитной стрелки, непонятное измерение атмосферного явления, тёплая погода под широтой 81 градус. Судя по этой границе льдов и зеленеющей тундре, мамонты и носороги также разгуливают по ней. Солнце в этом месте не Солнце, и оно находится в зените и днём, и ночью. И ещё будет немало, я в этом уверен. Вот идут, наконец, наши товарищи, и несут, держу пари, на что угодно, ещё один странный факт. Все вскочили, сматриваясь вдаль, где уже хорошо были видны силуэты двух человек, нёсшие что-то тёмное, подвешенное на длинную палку. Папочкин поставил чайник на спиртовую печь и принялся готовить шашлык из носорожьего мяса. Остальные побежали навстречу приближающимся. Ну и намаялись мы нынче, заявил Макшеев. Видели и коров, и быков, стреляли, надо были только телёнкой, тащим её уже часа три. И набрали интересную флору тундры, совершенно своеобразную. Я бы даже сказал ископаемую, если бы не рвал её сам, добавил Громека, за спиной которого болталась набитая ботаническая папка. Закусывая и попивая чай, Макшеев и Громека рассказывали о виденном. Километров 10 по нашему пути шла такая же тундра, но более сухая, чем здесь. Затем на ней растительность стала богаче, появились кусты и даже небольшие деревья. Полярная берёза и полярная ива, но новых видов, а затем ещё и тощая лиственница, добавил Громека. Попались и цветущие растения, частью совершенно незнакомые мне, частью описанные разными исследователями в качестве представителей послетритичной флоры Канады. Мы дошли наконец до узкой, но очень глубокой речки, через которую не было брода, и направились вниз по её течению. Деревья становились выше человеческого роста, кусты между ними образовывали чащу, через которую трудно было пробиться. Вот тут-то и мы набрели на стадо быков, пришедших на водопой. А какого вида были быки? С интересом спросил Папочкин. Они походили скорее на диких яков, поправил Громека. Чёрные, с длинной шерстью, с огромными толстыми рогами и горбами на спине. Такой вид имели быки, продолжал Макшеев, а другие, очевидно, коровы. Рост там были немного меньше и с рогами потонше и покороче. Кроме того, там было несколько телят. Я надеялся встретить в Тундре только болотную птицу и мелкого зверя, поэтому взял с собой дробовик. А я совсем не взял ружья. Но вот и пришлось стрелять только в телёнка, крупной картечью, которая нашлась в Патранаше. Стадо скрылось в чаще, а телёнок свалился в речку. Оттуда мы его и выловили, и прикончили ножом. Телёнок весил добрых 50 килограммов. А тащить его домой нужно было 12 километров. Поэтому мы для облегчения ножи выпотрошили его, хоть и знали, что Семён Семёнович будет недоволен этим. Ну, он получил достаточное утешение, засмеялся Каштанов. Знаете ли, какой шашлык мы сейчас скушали? Какого-нибудь полярного зайца, что ли? Не знаю, есть ли такой вид. Не зайца, а носорога. И даже ископаемого. Тьфу, это вы, значит, нашли где-нибудь труп носорога? Вечно в мёрзлой тундре и решили попробовать мясо? Пролежавшее десятки тысяч лет, удивился Громека. Если бы я знал, не стал бы и есть. Меня теперь будет тошнить. Но шашлык был вкусный, немного жестковат, только заявил Макшеев. И неудивительное такое древнее мясо. А знаете ли, спросил в свою очередь Папочкин, что к ужину мы вас угостим варёным хоботом мамонта? Ну, это уже чёрт знает, что такое, возмутился Громека. Что вы, отравить нас хотите, что ли? Попробуйте, как действует на желудок современного человека разная геологическая падаль. Макшеев, который во время своих скитаний по Аляске и Чукотской земле отвык от брезгливости, сказал. Я читал, что хобот-слона лакомое блюдо, но хобот-мамонта должно быть верх совершенства. А я вот не стану его есть, сердился Громека. Я лучше поджарю себе телячью печёнку, она, по крайней мере, свежая. Насладившись удивлением своих товарищей, остальные, наконец, посвятили их события этого дня и показали им труп носорога, хобот, хвост и клок шерсти мамонта. И ботаник успокоился. Он даже принял участие в решении вопроса, как и с чем сварить пресловутый хобот, и вынул из кармана несколько головок дикого чеснока, который нашёл недалеко от места встречи с быками. Эти овощи будут хорошие, приправой к хоботу, сказал он. Жаль, что их попалось так мало. За ужином решили пробыть на том же месте ещё один день, чтобы сходить в пятером туда, где лежал убитый мамонт, и доставить к юрте запасы мяса и части, подлежащие хранению. Теперь мы можем обсудить серьёзно, куда и как нам двигаться дальше. Предложил после ужина каштанов. Наша разведка дала некоторый материал для этого. А во время разговоров поможем зоологу отпрепарировать череп носорога и телёнка, назначенные для сохранения. Кстати, Семён Семёнович, к какому виду вы относите телёнка? «Если бы я не видел собственными глазами живого мамонта и сибирского носорога», ответил зоолог, «я бы сказал, что встреченные быки близки к современному яку Тибета. Но теперь я решаюсь думать, что это были первобытные быки, исчезнувшие с лица земли вместе с мамонтами и носорогами». При обсуждении вопроса о дальнейшем маршруте, все согласились, что земля Нансена дала уже экспедиции не только много нового, но и много необъяснимого, и что необыкновенные факты умножились с каждым днём движения вперёд. Экскурсии последнего дня показали, что впереди за тундрой начинаются леса, идти по которым с нартами и собаками было немыслимо. Следовательно, приходилось оставить нарты, лыжи, часть груза и собак и идти дальше пешком, унося на себе необходимое. Между тем, было совершенно неизвестно, далеко ли тянутся эти леса и что предстоит встретить за ними. Наиболее вероятным казалось, что тепло растений и животных ограничивается дном глубокой впадины земли Нансена, и что дальше на противоположном склоне её опять начнутся снега и льды. И, следовательно, снова понадобятся нарты, лыжи и собаки. Ввиду такой возможности целесообразным был и другой план дальнейшего движения. Идти по тундре вдоль окраины льдов на нартах, чтобы обследовать окружность всей впадины, а вглубь её делать экскурсии налегке. Но тогда середина последней, вероятно, наиболее интересная в отношении флоры и фауны, а может быть и с геологией могла остаться неисследованной. Судя по тому, что с окраины льдов вглубь впадины стекали многочисленные речки, там должны были находиться обширные озёра или одно большое озеро. Каждый план имел свои достоинства и свои недостатки. Но на которые из них решится? Боровой и Голкин и Макшеев стояли за маршрут по окраине льдов, тогда как естествоиспытатели, конечно, предпочли углубиться к центру впадины, где ожидали найти больше материала по своей специальности. Наконец, можно было разделиться на две партии, направив одну с тяжёлым багажом по окраине, а другую налегке, поперёк впадины, с тем, чтобы встретиться на противоположной стороне. Но кто же мог знать, как далеко впадина простирается на восток и на запад, и можно ли её обогнуть? Не окажутся ли препятствия непреодолимыми, и не будут ли оставлены обе партии или одна из них в безвыходное положение? Не приведут ли эти разделения к гибели всей экспедиции? Решение оказывалось, следовательно, очень трудным, и могло быть чревато тяжёлыми последствиями. Взвесив всё это, Каштанов сказал товарищам, спорившим ещё с ожесточением, отстаивая каждое своё предложение, «Вспомним, что у нас есть запечатанный пакет, данный нам организаторам экспедиции на случай затруднительного положения. Его разрешено вскрыть, когда мы не будем понимать, где мы находимся, и что делать дальше. Не полагаете ли вы, что этот момент наступил? За последнее время мы видели столько необъяснимого и необычайного, а теперь даже не знаем, куда направить наши дальнейшие шаги». Об этом пакете Труханова все остальные забыли, и предложение Каштанова встретило всеобщее сочувствие. Пакет был извлечён из ящика, в котором хранились наиболее ценные инструменты и деньги. Каштанов распечатывал его и прочёл слух. Дорогие друзья, минута, когда вы прочитаете эти строки, будет быть, может, очень тяжёлой для вас, но я надеюсь, что ваши ожидания, совета и разъяснения не будут обмануты мною. Я должен сознаться прежде всего, что вовлёк вас в настолько рискованное и необыкновенное предприятие, что если бы вы знали, куда я приглашаю вас ехать, вы бы сочли меня безумным и оказались, и отказались бы от экспедиции. Я уже сделал опыт, поделился своим планом с одним учёным и приглашал его организовать экспедицию на мои средства, но он категорически отказался и назвал меня беспочвенным фантазёром. Поэтому единственным способом создать экспедицию для проверки моих теоретических предположений являлось умолчание о её конечной цели и задачах. Её надлежало снарядить якобы ради изучения неизвестной ещё площади Арктической области. Ведь могло оказаться, что мои предположения действительно ошибочны, и что экспедиция только и найдёт острова или материк, скованный льдами или ограничившись их изучением, и благополучно вернётся назад. Мои затраты на неё и в этом случае не были бы напрасны, так как она доказывала бы раз навсегда ошибочность моей гипотезы, и вместе с тем уничтожила бы последнее большое белое пятно на карте Арктической области. Но перехожу к сути дела. Целый ряд наблюдений на обсерваториях Монблана и Мунку-Сардыка, изучение литературы, данных многих сейсмических станций и исследования над распределением и аномалиями силы тяжести, привели меня к выводу, что ядро нашей планеты имеет совершенно не тот характер, который геологи и геофизики принимают до сих пор. Я убежден, что Земля имеет более или менее обширную внутреннюю полость. Пустоту, скорее всего, с маленьким центральным светилом, возможно, уже погашем. Эта полость может сообщаться с поверхностью шара одним или двумя, или более значительными отверстиями, дающими возможность проникнуть на внутреннюю поверхность этого пустого шара. Подтвердить или опровергнуть мои соображения могла только специальная экспедиция, отправленная на поиски одного из указанных отверстий, которое, конечно, нужно было искать в неизвестных еще пространствах обеих арктических областей. Для начала я выбрал Северную область, как более доступную для русской экспедиции. Если вам удалось найти отверстие, попытайтесь спуститься в него. Может быть, вы уже спустились в него, незаметно полагая, что спускаетесь в глубокую впадину материка. Если да, и если вы сохранили еще силы и средства для передвижения, попробуйте проникнуть глубже и исследовать, насколько возможно, эту внутреннюю полость, не рискуя безнадобенности своей жизнью. Если эта задача почему-либо окажется непосильной, вернитесь назад, так как уже одно констатирование входа во внутреннюю полость Земли явится громадным открытием. Исследование полости может быть поручено новой экспедиции, снаряженные на основании приобретенного опыта. Как истинные ученые, вы, я уверен, будете рваться вперед, когда очутитесь на пороге великих и чудесных открытий. Но прошу вас, обсудите тщательно положение, взвесьте все за и против, и поступайте наиболее разумно, чтобы не рисковать потери уже достигнутого. Может быть, вы разделитесь на две партии, из которых одна пойдет вглубь области, а другая останется у входа, чтобы затем идти на выручку первой, или доставить науке весть о чудесном открытии. Я глубоко скорблю, если судьба лишила меня возможности разделить ваши труды, лишения и открытия, и что я вынужден ограничиться этим письмом. Если оно ничего не разъяснило вам, не считайтесь с ним. Во всяком случае, жалею, желаю вам от души всяких успехов. Н.И. Труханов, полярная звезда, 14 июня 1914 года, страна вечного света. С возрастающим интересом и изумлением, все члены экспедиции слушали чтение письма ее организатора. Когда Каштанов закончил, на некоторое время воцарилось молчание. Все обдумали слышанное, и старались применить его к объяснению всех странных фактов и явлений, наблюдавшихся в последние дни. Теперь у меня в голове прояснилось, со вздохом облегчения сказал Боровой. Я понимаю, и это солнце в зените, и тепло, и мамонта с носорогом, и вечные туманы, а также эти фокусы с компасом. Только шалости барометра не могу еще объяснить себе как следует. Да, почти все понятно, подтвердил Каштанов. Я думаю, что спуск в отверстие земного шара начался с перевала через хребет Русский. Ледяной вал, очевидно, представляет самый край, место перегиба, миновав который мы очутились уже во внутренней полости и пошли вместе с севера на юг, как правильно показал компас, хотя направление пути мы не изменили. Затем мы поднимались и перевалили через плоский ледяной хребет, спустились с него и очутились в тундре, вблизи оконечности льдов, которые образуются из зимних снегов, наносимых вглубь полости. Мамонт, носорог, первобытный бык сохранились здесь благодаря равномерной, благоприятной для них температуре и отсутствию истребителя, человека. Да, мы только что вступили в эту внутреннюю полость и уже истребили трех обитателей ее, заметил Громека. Солнце, которое мы видим постоянно в зените, это очевидно настоящее маленькое ядро земного шара, находящееся еще в раскаленном состоянии и дающее свет и тепло внутренней поверхности. Толстые и совершенно отвердящие оболочки, наружную сторону которой мы до сих пор только и знали. Теперь, благодаря экспедиции Труханова, мы можем ознакомиться, хотя части с этой внутренней поверхностью, которая представит нам, несомненно, чрезвычайно много интересного и неожиданного. Ведь на первых же шагах мы уже встретили представителей флоры и фауны, давно исчезнувших на наружной стороне. Нам следует окрестить эту новооткрытую страну, а то будем все время говорить внутренняя поверхность. Да, внутренняя поверхность, это ведь уже не земля Нансена, заявил Макшеев. Да, она слишком обширная и от земли Нансена отделена поясом льдов. Как же мы ее назовем, спросил Громека. В этой стране всегда господствует день, центральное светило, скрытое в недрах нашей планеты, как бы соответствует представлениям древних народов о боге огня, стоящемся под землей. Я предлагаю назвать это светило Плутоном, а страну Плутоний, предложил Каштанов. Были предложены еще другие названия, но после некоторого спора всех согласились, что Плутония наиболее подходящее название. Теперь важный вопрос. Удовольствуемся ли мы тем, что не только открыли отверстие, но и спустились вглубь его и осмотрели кусочек Плутонии? Не повернем ли назад к полярной звезде, чтобы сообщить Труханову о блестящем подтверждении его выводов? Или же мы попытаемся проникнуть вглубь страны вечного света? Конечно, идем вперед, пока есть силы и средства. У нас еще много времени, послышались возгласы. И я так думаю, продолжил Каштанов, но как мы организуем дальнейшие исследования Плутонии? Я полагаю, сказал Боровой, что дальше, вглубь-вдали от снегов и льдов, являвшихся результатом проникновения холода и осадков с наружной стороны Земли, температура будет выше, нарты, лыжи и собаки будут для нас только обузой, и их нужно оставить здесь. Одних собак оставить нельзя, значит, нужно последовать совету Труханова и отделить часть членов экспедиции, не менее двух человек, потому что кто же решится остаться в одиночестве надолго? Эти двое с собаками, нартами, лыжами и прочими лишними предметами будут ждать нас здесь, производить наблюдения в тундре и на краю льдов. А если остальные не вернутся к определенному сроку, они направятся назад на одной нарте, чтобы доставить на полярную звезду отчет об открытиях и быть проводниками новой экспедиции, посланной для поисков пропавшей партии и для дальнейшего исследования Плутонии. Ну а как же пойдут через льды эти пропавшие, если они вернутся намного позже назначенного срока, спросил Макшеев? Две нарты, лыжи и склад провизии должны быть оставлены на месте. На случай, о котором вы говорите, с опоздавшим придется идти без собак тащить самим нарты, что не будет так затруднительно, потому что склады провизии, оставленные по всему пути, позволят сделать груз нарт минимальным. Все согласились, что этот план наиболее целесообразен, но никому не хотелось оставаться в тундре, так сказать, у порога таинственной страны. Приходилось решать вопрос, кто из членов экспедиции более необходим для путешествия вглубь. Таковым явился прежде всего зоолог, бахтаник и геолог, которым в тундре было мало работы. Следовательно, Каштанов, Папочкин и Громека должны были ехать. С другой стороны, Иголкин, единственный не ученый член экспедиции, главной обязанностью которого был уход за собаками, естественно, осуждался на сиденье в тундре. Таким образом, оставались еще Боровой и Макшеев, один из которых мог ехать. Так как каждый из них великодушно уступал другому участие в поездке, соглашаясь остаться, то пришлось бросить жребий. Боровому достался билетик со словом «сидеть», а Макшееву «ехать». Обсуждение вопроса об организации партии, отправившейся вглубь Плутонии, заняло немало времени. Нужно было выбрать способ передвижения партии и в зависимости от этого решить, что брать с собой. Даже отказавшись совершенно от консервов и рассчитывая добывать себе пропитание исключительно охотой, каждому из путешественников пришлось бы нести на себе порядочный груз. А на торные дороги, конечно, нельзя было рассчитывать. «А что, если мы возьмем часть собак и навьючим на них груз, хотя бедняжки к этому не приучены, и в теплой стране они будут чувствовать себя плохо», сказал Громека. «Это проект малоисполнимый», заметил Макшеев. «Мы рискуем лишиться этих животных, необходимых для обратного пути через льды. Я предложил бы воспользоваться силой более послушной и могучей, которая понесет не только наши вещи, но и нас самих». «И какая же это сила?» Воскликнули остальные. «Сила воды. Глубокая река, которую мы встретили сегодня и не могли пройти, течет ведь на юг, куда нам и нужно идти. А в нашем багаже есть две маленькие складные лодки, взятые для переправы через полынии при путешествии по льдам. Мы о них совсем забыли, потому что они до сих пор не понадобились. Каждая вмещает двух человек. Сядем и поплывем. А когда начнутся леса, мы устроим плод, если лодки будут слишком нагружены, и будем плыть, пока река будет нести нас». «Это превосходный план», – воскликнул Каштанов. «И легко и удобно. Плыви, да посматривай по сторонам и записывай», – восторгался Папочкин. «Но только наш кругозор будет ограничен берегами реки, наверное, густо покрытыми растительностью. Мы будем плыть в зеленом коридоре и ничего не увидим», – сказал Громека. «А кто же мешает нам останавливаться, выходить на берег, делать экскурсии, где будет интересно или нужно? Ночевать ведь тоже мы будем на берегу», – пояснил Макшеев. «И эти экскурсии будем делать налегке, со свежими силами, без груза за спиной. Это будет свободнее», – сказал Папочкин. «Лодка и плод позволят нам меньше стесняться в сборе коллекций, нести все свои сборы на спине и каждый день увеличивать этот груз было бы не очень легко», – отметил Каштанов. «Наконец, лодка обеспечит нам большую безопасность от всяких зверей и гадов, живущих в лесах и болотах. Неизвестно, какие еще сюрпризы готовит нам эта таинственная страна, вглубь которой мы направляемся», – заявил Громека. «Словом, вы дали нам прекрасный совет, Яков Григорьевич, и заслужили общую благодарность», – заключил Каштанов. «Поэтому я предлагаю называть реку, по которой мы поплывем, вашим именем. А теперь я бы предложил залечь в наши мешки или на них, потому что тепло, а завтра сделать экскурсию к мамонту и привезти на нартах шкуру, бивни и запас мяса сюда. Ведь мы же хотели перенести весь стан к мамонту», – напомнил Папочкин. «Едва ли это будет лучше, а речка, по которой мы плывем, течет в противоположной стороне, и удаляться от нее нет смысла. Кроме того, этот холм, на котором мы положились, имеет много достоинств. Он сухой, виден издалека, отделен от края леса с разным зверьем, близок к льдам, обдувается ветром, что для собак имеет большое значение, когда станет еще теплее. С него легко заметить приближение каких-нибудь врагов. «И он удобен для метеорологических и других наблюдений», – прибавил Боровой. «Мы здесь устроим настоящую станцию, и я надеюсь, что мои барометры начнут показывать изменения атмосферного давления». Непрошенные могильщики. Часы показывали уже 10 вечера, когда беседа, наконец, прервалась, и все расположились на своих мешках и заснули. Утром за завтраком обсуждали вопрос, кому идти к мамонту, и стоит ли вообще ходить к нему, не лучше ли заняться приготовлением к отъезду. «Если бы мы были уверены, что встретим еще мамонтов, то не стоило бы идти к этому. Он уже описан и сфотографировано. Но так как вскоре начнется лес, то возможно, что мы их больше не увидим, если они живут только в тундре вдоль окраины льдов», – сказал Каштанов. Таким образом, поездка к мамонту была решена, и в ней приняли участие четверо людей с тремя нартами и собаками. При юрте остались граммека, который хотел еще набрать, перед отъездом в весеннюю флору тундры вокруг холма, и Каштанов, собиравшийся раскопать склон этого холма, чтобы определить его состав. Этот одинокий холм среди тундры казался ему каким-то странным. Партия отправилась под предводительством Папочкина, знавшего дорогу к месту охоты. По дороге застрелили нескольких болотных птиц, бродивших по тундре вблизи речки, и очень странного зайца, похожего скорее на огромного тушканчика, и доставившего за Вологу очень большую радость. Туша мамонта виднелась вдали, подобно небольшому холму на ровной тундре. Когда приблизились к ней, иголки, над обладавшей более острым зрением, предупредил остальных, что вокруг трупа суетятся какие-то серые звери. Оставив нарты на некотором расстоянии, охотники осторожно приближались к туши, и вдруг остановились изумленные. Суетившиеся звери исчезли, словно провалились в землю. «Эгея!» — воскликнул папочкин. «Когда все подошли, наконец, к мамонту? Смотрите-ка, тут кто-то похозяйничал со вчерашнего дня. Казалось, что вокруг мамонта поработали огромные кроты, кучи земли с корнями кустов, вышиной в метр были навалены вокруг туши, и задняя половина последней лежала в яме, почти не поднимаясь уже над поверхностью тундры. Кто бы это мог быть?» — гадали охотники. «Какие-то опытные могильщики?» «Мне кажется, что они собрались закопать всю тушу в землю, может быть, чтобы скрыть ее от волков или как запас пищи», — заметил Макшеев. Иголкин привел одну из собак, которая, понюхав разрытую землю, вдруг бросилась под брюхо мамонта и вытащила оттуда за ногу какого-то странного зверька, отчаянно отбивавшегося короткими лапами и хрюкавшего по поросячьи. Его прикончили ножом, отняли у собаки и начали рассматриваться. Оказалось, что он очень напоминал барсука по форме тела и по окраске. Дальнейшие поиски обнаружили еще нескольких подобных животных, притаившихся под тушей, которые они действительно намеревались закопать в землю, чтобы затем постепенно пожирать ее. Работа этих непрошенных могильщиков сделала снятие шкуры со всего мамонта невозможным и пришлось ограничиться только левой половиной тела. Затем исследователи отрезали переднюю и заднюю ноги, вырубили один бивень, вынули глаз и половину мозга, а также язык и два зуба. Собак накормили на месте досыта. Несколько крупных кусков мяса от бедра и филе были также положены на нарты, после чего партия потащилась потихоньку назад. Могильщик, заяц и птицы составили зоологическую добычу этого дня, которым Папочкин мог бы вполне быть удовлетворен. Пусть могильщики закапывают остальное, пошутил Боровой. Когда у нас не хватит мяса для собак, мы еще раз придем сюда с Игулкиным за провизией. А может быть сделаем это и раньше, пока мясо не протухло. Тогда захватите с собой и череп, попросил Папочкин. Могильщики его, я думаю, хорошо очистят. Приблизившись к юрте, охотники увидели, что Каштанов и Грамека заняты какой-то странной работой. Они вытаскивали из ямы, вырытые на склоне холма, глыбы какого-то белого камня и складывали их в кучу. Этот холм оказался настоящим кладом, для нашей экспедиции объяснил Каштанов подошедшим товарищам. Для исследования его состава я вырыл яму в полтора метра и на этой глубине наткнулся на сплошной чистый лед. В другом месте казалось то же самое. Тогда мне пришла мысль вырыть в глубине холма камеру хранения провизии и шкур. Ведь мамонты или носороги не каждый день будут прибегать к нам на ужин. Неужели весь холм ледяной и только сверху покрыт землей, спросил Боровой. Именно так на севере Сибири попадаются такие ископаемые ледники. Это или большой земли сугроб, или случайно уцелевший, или часть отодвинувшейся назад ледяной массы. Она покрылась постепенно илом и песком ручьев, стекавших с ледника, а потому и сохранилась. Это открытие Каштанова оказалось чрезвычайно ценным для партии, остававшейся на месте и получившей под самым своим жильем прекрасное хранилище для провизии. «Мы устроим потом настоящую дверь и большую камеру в глубине», заявил Боровой. «А кроме того, выраем в другой части холма вторую пещеру во льду и будем держать там собак, когда станет очень жарко», прибавил Игулкин. Разгрузив нарты, все стали помогать Каштанову и Громека в устройстве помещения, достаточного для хранения всех привезенных частей мамонта и остатков туши носорога. Когда оно было окончено и наполнено, вход в него заложили глыбами льда и загородили лыжами и нартами, чтобы собаки не могли добраться до провизии. На следующее утро занялись приготовлением к отъезду. Рассортировали весь багаж, консервы, спирт, юколу поместили в ледник, нагрузили нарты лодками и снаряжением, необходимым для путешествия вглубь Плутонии. Пообедали в последний раз вместе и двинулись к речке Макшеева, простившись с Боровым, который остался караулить юрту и склад. Игулкин с нартами должен был вернуться к вечеру назад. В плавание решили взять одну собаку в качестве караульщика. Выбрали генерала, его остригли, чтобы он меньше страдал от жары, и пушистый пес получил такой курьезный вид, что никто не мог удержаться от смеха. На голове у него был оставлен чуб. На верхней части ноги бахрома и на кончике хвоста кисточка. Макшеев, который его стриг, заявил, что эти украшения остаются для того, чтобы собака своим странным видом напугала хищников, с которыми придется встретиться. Достигнув берега речи, которая имела до 6 метров ширины и от 1 до 2 метров глубины, спустили лодку в воду и уселись в каждую по 2. Один на руле, другой на веслах. Генерал взял место на носу передней лодки, в которой поместился Макшеев и Громека. Смешная морда генерала с большими торчащими ушами и чубом между ними. Иголкин оставался на берегу, пока обе лодки, быстро скользившие вниз по течению, не исчезли вдали. На юрте, которая чуть виднелась на горизонте, Боровой поднял белый флаг. Экспедиция, дружно несшая до сих пор все труды, разделилась, и 4 ее участника поплыли вглубь таинственной страны. Вернутся ли они назад? Если вернутся, то когда? Все ли? И как? Каждый задавал себе этот вопрос. Быстро скользили обе лодки вниз по темной воде, спешившие с легкими вслесками на юг между низкими берегами, с которых свешивались кустики полярной ивы, покрытые свежими листочками. По берегам в обе стороны расстилалась та же ровная тундра с приземистым кустарником. И по-прежнему дул попутный ветер, который путешественники теперь правильно определили, как северный, стремившийся со льдов холодного отверстия, с наружной поверхности планеты в ее внутреннюю теплую полость. По-прежнему туман клубился, то скрывая, то открывая красноватое светило, стоящее неподвижно в зените. Температура достигла 12 градусов, и туман изредка разряжался мелкими дождями, впрочем, быстро прекращавшимися. Лодки плыли со скоростью до 8 км в час. Сидевшие на руле вели съемку, отмечая направление всех извилин речки. Проплыв 25 км, остались на ночлег. Небольшая экскурсия по берегу показала, что в тундре кусты поднимались выше, и кое-где к ним примешивались низкорослые лиственницы, образуя вместе с ивой и березой небольшие, но очень густые рощицы. Среди кустов были протоптаны узкие тропинки, приводившие к берегу реки, очевидно, служащие животным для ходьбы на водопое. Ночь провели впервые в палатке и без спальных мешков. «Этот вечный свет», — сказал Макшеев, укладывая спать, совершенно нарушает наши привычки и представления. Говоришь утро, полдень, вечер, глядя на свои часы, а солнце все время стоит в зените и греет одинаково, словно издеваясь над нашей терминологией. Ночь или время отдыха прошла спокойно. За второй день проплыли полсотни километров и остановились рано, чтобы сделать более продолжительную экспедицию в сторону от речки. Берега ее были покрыты уже более высокими кустами и отделены деревьями, образовавшими зеленые стены, совершенно ограничившие кругозор путешественников. После обеда Громекко остался в палатке собирать растения. Макшеев с генералом отправился на запад, а Каштанов и Папочкин на восток, пользуясь зверинными тропами, проложенными через чащу кустов, превышавших уже рост человека. Местами на почве видны были следы различных животных, среди которых Зоул узнал следы мамонта, носорога, крупных и мелких, двукрылых, один вид однокрылых. Иногда попадались отпечатки мягких лап хищников различной величины. При взгляде на некоторых из них, оба исследователя почувствовали, как у них по спине прошел холодок. Эти следы имели около 20 сантиметров в длину, а когти, которыми оканчивались пальцы, вдавливались в землю на 4 сантиметра. По форме следа, Зоулок решил, что он принадлежит медведю огромной величины. «Это, вероятно, пещерный медведь, современник мамонта, заметил Каштанов. Он крупнее всех известных нам представителей этого семейства». «А он не охотился на пещерных людей?» спросил папочкин. «Кости и зубы этого медведя, обработанные пещерным человеком, иногда попадались», ответил Геолог. «Но я не знаю, попадались ли кости и черепа этого человека, обработанные медведем. Во всяком случае, с ним лучше не встречаться». С таким интересным зверем да не встречаться. Наши предки, вооруженные только дубинами и каменными топорами, одолевали его, а мы, обладая современным оружием и разрывными пулями, будем его бояться? Это было бы позорно. Остановившись среди кустов на опушке, путешественники увидели, что на поляне пасутся порознь и стадами различные млекопитающие, среди которых сразу можно было различить породы, исчезнувшие на поверхности земли. А здесь были черные первобытные быки с огромными рогами и горбами. Исполинские олени с рогами соответствующих размеров, дикие лошади небольшого роста с косматой шерстью, с кудным хвостом и короткой гривой. Пара носорогов уткнулась головами в кусты, а несколько мамонтов стояли небольшой группой и в такт размахивали головами и хоботами, вероятно, отгоняя докучливых насекомых. В последних именно комаров, слепней и мошек появилось уже довольно много. Насмотревшись на мирную картину пастбища, живых каменелостей, каштанов и папочкин решили подойти ближе, чтобы сфотографировать некоторых животных. Вдоль опушки они подкрались ползком сначала к группе быков, затем к двум носорогам, которые стояли в этот момент, когда они играли неуклюже, прыгая друг на друга. Носороги скрещивали свои рога, словно исполинские сабли, вытаптывали траву своими тумбообразными ногами и взрывали почву. На очереди были мамонты, стоявшие ближе к центру поляны, но прежде чем охотники успели подкрасться к ним достаточно близко, в противоположном конце поляны, где паслись оленей, произошло замешательство. Животные внезапно подняли головы, прислушались и сразу пустили сбежать, очевидно, испуганные каким-то невиданным, но несомненно страшным врагом. Олени пробежали мимо мамонтов, которые в свою очередь встревожились и побежали тяжелой рысью, подняв хоботы. И олени и мамонты бежали прямо в сторону притаившихся охотников. Когда олени будут в шагах вста от нас, стреляйте в переднего, быстро проговорил Каштанов. Я сфотографирую их, когда они остановятся на мгновение, затем также выстрелю. Не то нас могут растоптать. Папочкин приготовил ружье, и когда первый громадный олень с высоко поднятой головой и тревожно раздутыми ноздрями подбежал достаточно близко, раздался выстрел. Пораженный в грудь олень со взмахом упал на колени, а остальные напирая друг на друга остановились кучей, вытянув головы. В это время Каштанов успел снять эту интересную группу, передал аппарат за Волгу и в свою очередь выстрел в другого оленя, повернувшегося к нему левым боком. Животное сделало прыжок вперед и рухнуло на землю. Остальные круто повернули вправо и побежали вдоль опушки. Мамонты, бежавшие позади оленей, в это время приблизились и остановились перед обеими жертвами охотников. Папочкин успел за это время зарядить оба ружья, а Каштанов сфотографировал группу мамонтов. Стрелять что ли? спросил зоолог дрожащим от волнения голосом. Зачем? Запас мяса у нас теперь достаточный. А мамонта мы уже изучили в тундре. Будем стрелять только в том случае, если они бросятся на нас. Между тем животные стояли на месте, помахивая хоботами и словно совещались друг с другом. Их было шесть, в том числе два подростка с небольшими бивнями и более короткой шерстью. Они скоро успокоились и начали играть друг с другом и резвиться вокруг старых, издававших время от времени тревожный рев. Наконец, старый самец повернул вправо и все стадо последовало за ним вдоль опушки поляны. На Касторе остались еще только два носорога. Кто же напугал мирных травоядных, спросил Каштанов. Уж не пещерный ли медведь? Или какое-нибудь еще более страшное ископаемое животное из вашего палеонтологического зверинца? Кто знает? Но нам, я думаю, лучше не идти в тот конец поляны, потому что звери может броситься на нас так внезапно и с чащи, что мы не успеем даже выстрелить. Ну тогда займемся оленями, их нужно обмерить, освежевать и тащить к лодкам. Олени, застреленные охотниками, принадлежали к исполинскому виду, исчезнувшему на поверхности земли, где он также был современником мамонта, первобытного быка и пещерного медведя. Сняв обе шкуры, охотники отрубили задние ноги меньшего оленя и потащились тяжело нагруженные к речке, рассчитывая еще раз вернуться за мясом, если их товарищи окажутся менее счастливыми и если неизвестный хищник, бродивший, наверное, вблизи поляны, оставит им еще что-нибудь. На месте стоянки они застали Громека, дожидавшегося их прихода с нетерпением. Он обошел окрестности стоянки, набрал растений, ощипал и поставил вариться к ужину гуся, застреленного утром. Внезапно прибежал генерал, один без спутника. На шее собаки оказалась записка, привязанная бечевкой и посланная Макшеевым, который писал «Я застрелил крупного хищника, которого не в силах притащить к палатке. Нужно, чтобы Семен Семенович пришел ко мне осмотреть добычу на месте. Генерал знает дорогу, а на всякий случай прилагаю свой маршрут». На обороте был набросан карандашом путь, пройденный охотником с указанием направлений и расстояний в шагах. Отдохнув немного, папочки на Громека отправились искать Макшеева. Генерал вел их хорошо, но на разветвлениях тропы нередко останавливался в нерешительности. И в этом случае выручала записка, на которой все перекрестки были обозначены. Охотники шли быстро в течение получаса и уже были недалеко от места, где находился их товарищ, когда оттуда раздались один за другим два выстрела. Генерал с громким лайем бросился вперед, от охотники поспешили за ним, опасаясь, что Макшееву грозит беда. Вскоре они достигли большой поляны, среди которой возвышалась группа кустов и деревьев. Возле нее они заметили желтоватую массу, над которой виднелась голова Макшеева. Впереди же на поляне бегало более десятка красно-бурых зверей, в которых нетрудно было узнать волков. Генерал остановился на краю поляны, не решаясь нападать при таком явном неравенстве сил. Заметив вышедших на поляну охотников, волки начали отходить в сторону, а Макшеев крикнул «Пустите в них пару зарядов дроби, если у вас двустолка. Мне жаль тратить разрывные пули». Громейко поспешно зарядил дробью свою двустолку и пустил один за другим два выстрела в стаю. Волки побежали к кустам, преследуемые генералом, который по пути прикончил одного из упавших. Охотники подошли к Макшееву и услышали следующий рассказ. Достигнув этой поляны, я остановился на опушке, потому что собака стала ворчать и вздрагивать. На поляне я заметил позади этой рощицы нескольких пасшихся оленей и решил поохотиться за ними. Ведь подобных зверей мы еще не добывали. Я начал подкрадываться по кустам вдоль опушки и вдруг поравнявшись с рощицей заметил крупного желтого зверя, также постерегавшего оленей. Он подбирался к ним из-за рощицы. Я подумал, что эта дичь еще интереснее оленей и начал уже следить за ней, спетавшись в кустах на расстоянии всего сотни шагов. Желтый зверь, увлеченный выслеживанием оленей, не заметил меня или не удостоил своим вниманием двуногое существо, впервые рощицы он поднялся во весь рост хищно высматривая себе жертву через кусты, которые отделяли его от мирно павшихся ничего не подозревавших оленей. Теперь я увидел на светлых боках хищника темные полосы и узнал в нем крупного тигра. Он стоял ко мне левым боком в великолепной позе и я поторопился выстрелить в него разрывной пулей, которая уложила его на месте. Олени, испуганные выстрелом, помчались мимо рощицы. Увидели бившегося еще тигра и круто повернули от него прямо на меня. Я едва успел отскочить в сторону. Это были великолепные животные. Один старый самец с огромными рогами и несколько коров и телят. Сначала я хотел ободрать тигра сам, но рассмотрев его убедился, что он принадлежит какой-то необычной породе, вероятно также вымершей там наверху. Поэтому я подумал, хищник увидит труп и попортит шкуру. Вот почему я догадался послать генерала, который великолепно исполнил поручение. И хорошо, что я не ушел с поляны, потому что вскоре послышался вой волка, одного другого и постепенно на поляне собрался целый десяток. Видя меня возле мертвого зверя, они сначала боялись приблизиться, но потом обнаглели так, что я вынужден был потратить на них пару зарядов. Зверь, убитый Макшеевым, имел бело-желтую шерсть с темно-бурой полосой вдоль спины и несколькими полосами того же цвета на боках, которые и придавали ему внешний сходство с тигром. Но форма головы и тела, куцый хвост и устройство лап заставили Зоолога воскликнуть. Это не тигр, это какой-то медведь. Макшеев был настолько разочарован, но смотрев зверя внимательнее, должен был согласиться, что только бурые полосы составляли его сходство с самым свирепым представителем кошачьего семейства. А все остальные признаки указывали на медведя. Вероятно, это пещерный медведь, современник мамонта, который до сих пор известен только по частям скелета, пояснил Папочкин. Это гораздо интереснее простого тигра. После обмера со зверя сняли шкуру и унесли ее с собой, захватив также череп и заднюю ногу. Ужин в этот день был отменный, похлебка из гуся с диким луком, шашлык из оленины, ломтики медвежатины. Впрочем, последние из-за резкого запаха не всем понравились. В этот день туман был уже менее густой и Плутон светил через тонкую дымку паров, изредка только совершенно заволакиваясь. Температура держалась плюс 13 градусов. Ветер был немного слабее. Я думаю, заметил Граммека, что через день-другой тумана не будет и мы увидим наконец цвет неба Плутонии. Время отдыха нарушалось только отдаленным воем волков, вероятно пировавших на поляне над трупами оленей, медведей и собственных товарищей. На эти звуки даже генерал не обращал внимания, лежа у входа в палатку, где Демокур спасал его от назойливых насекомых. Затем поплыли дальше, речка сделалась шире и глубже, тяжелонагруженные лодки уже не рисковали задеть кормой за берега и упнулись в него носом при крутых поворотах русла. Берега были покрыты сплошной стеной разнообразных кустарников, достигавших уже 4 метров вышины. Несколько пород ивы, верба, черемаха, боярышник, шиповник тесно переплетались друг с другом, а над ними местами поднимались вершины белых берез и лиственниц. Термометр показывал плюс 14 градусов, туман только изредка застилал все небо, а большей частью плыл на порядочной высоте, подобно большим, но редким и бесферменным облакам, сквозь которые сильно просвечивал красноватый Плутон. Туман, вероятно, скоро кончится, сказал Макшеев, взявший на себя ведение метеорологических наблюдений. Но кончатся ли эти зеленые стены, кроме которых мы с лодки не видим ровно ничего? Если бы мы тащились тяжело нагруженные почаще леса, то видели бы немного больше, а быстрота движения была бы несомненно меньше, заметил Громека, который, как ботаник, все больше интересовался этими зелеными стенами. Во время обеденной стоянки на маленькой чистой площадке Каштанов и Громека отправились в короткую экскурсию в лес. Папочкин занялся ловлей рыбы, а Макшеев полез на дерево, возвышавшееся немного над остальными. Вернувшись, он сказал зоологу, скоро местность переменится, вдали видны плоские высоты с обширными безлесами, полянами, и наша речка бежит прямо к ним. А вблизи, что видно, вблизи только сплошной лес, во все стороны море зелени без полян. Наши товарищи, очевидно, вскоре вернутся, если везде такая чаще. Через час ушедшие вернулись почти ни с чем. Они шли все время по тропе между зелеными стенами, набрали немного растений, видели мелких птиц, слышали разные шорохи в чаще, но полян не встречали. Зоолог оставшейся у речки оказался более счастливым. На удочку попалось несколько крупных рыб, похожих на сибирского муксуна и огромная зеленая лягушка, достигавшая 20 сантиметров в длину. Субтитры создавал DimaTorzok